Наш друг Голденбурст в своем прошлом видео по дешевке приобрел вот эту старенькую Ниву, дабы сравнить ее с радиоуправляемой машинкой стоимостью в 500 долларов. Но к сожалению до конца испытаний Нива не дожила, так как у машины застучал мотор и она отправилась на длительный ремонт. Но сейчас Нива снова на полном боевом ходу. Двигатель починили, поменяли в нем все что только можно и в этом видео машиной займемся мы. Устраним оставшиеся проблемы, приведем в порядок внешний вид и подготовим тачку к бездорожью. Нам как раз пригодится подобный транспорт для постройки домика возле нашего пруда. Для реализации всего задуманного нужно подходящее место, поэтому отправляемся в дорогу. Мы приехали к заброшенной станции техобслуживания. В былые времена в этом ангаре обслуживали сельхозтехнику, в том числе и Нивы. До наших дней внутри ничего не осталось, но зато тут очень просторно и есть смотровая яма. Я считаю место идеальное, но не помешало бы немного его оккультурить. Крупный мусор и осыпавшуюся штукатурку убираем лопатами. После этого пол подметаем. Проводим уборку и в яме. Теперь внутри чистота и порядок. Заносим самодельную мебель из поддонов и выкладываем на нее инструмент со всем необходимым. Помимо этого мы провели еще и освещение. Одеваемся в спецодежду и СТО вновь работает. Можем загонять машину на техосмотр. Забравшись в яму и осмотре вниз автомобиля, мы не заметили никаких критических дефектов. Передние стойки не потекшие, а задние как будто недавно помененные. Сайлент-блоки тоже все целые, а рычаги не люфтят. Но самое главное, что днище вовсе не гнилое. Сверху на кузове есть местами ржавчина. Но сейчас вы будете удивлены, машина практически вся в родной краске. Чтобы это подтвердить, мы взяли специальный прибор. Толщиномер. Прислоняем его, например, к капоту и можем видеть на экранчике 96 микрон. Если показатели колеблются от 80 до 160, то скорее всего деталь не крашена. На приборе почти везде были одинаковые цифры, кроме вот этого и еще нескольких мест. Салон автомобиля хоть и грязный, но не убитый. А на одометре можем видеть пробег. Почти 94 тысячи километров. Но как нам сказал мастер, который чинил двигатель, это уже второй круг. То бишь наездила эта Нива не целых 200 тысяч. На секундочку, машина 1989 года выпуска. И в таком сохране их осталось не так уж и много. Мы хотим, чтобы автомобиль оставался в таком состоянии еще долго. И для этого в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Этим сейчас и займемся. С помощью отвертки откручиваем парочку саморезов. И демонтируем подкрылки. Берем шуруповерт с коралловой насадкой. И тщательно зачищаем ржавчину до голого металла. Счастью сквозных отверстий мы не увидели. Поступаем точно так же и с остальными арками. А для того, чтобы удалить коррозию в труднодоступных местах, будем использовать бормашинку с абразивным камнем. Она справляется с этой задачей на отлично. Перед нанесением нового ЛКП мы решили дополнительно защитить металл химией. С помощью небольшой кисточки наносим преобразователь ржавчины на зачищенные места. Это средство отлично вытравливает коррозию, которую не удалось убрать механически. А еще после высыхания оставляет на металле оксидную пленку. Она предотвращает появление ржавчины. Следом берем малярный скотч и проклеиваем им контур по изгибу арки. Для того, чтобы в будущем подкрас не сильно выделялся. А часть деталей, куда не должна попасть краска, закрываем бумагой. Перед покраской все как следует обезжириваем. Для этого мы используем антисиликон. Сперва покроем металл эпоксидным грунтом. Он также отлично защищает от коррозии. Наносим его с расстояния 15 сантиметров в два слоя. А труднодоступные места и там, где были небольшие жучки, грунтуем с помощью кисточки. После того, как грунт высох, мы взяли краску по номеру кузова. Наносим ее таким же образом, как и грунт. С небольшого расстояния в два слоя. А для того, чтобы закрасить мелкие дефекты, будем использовать автомобильный карандаш. Когда-то мы вам такой уже показывали. Он отменно подходит для подобного ремонта ЛКП. Когда краска высохла, можно отклеивать скотч с бумагой. Как по мне, результат хороший. Цвет отличается совсем чуть-чуть. Это из-за того, что родная краска немного выгорела. Но главное, что коррозия не будет прогрессировать. Слабым местом этих машин являются еще пороги. Дедушка, прошлый владелец, их уже чем-то подмазывал. Но местами обработка подустала. И на порогах тоже успела появиться ржавчина. Удаляем ее точно так же, как и сарок. Далее берем крупную наждачку и шкурим поверхность. Для того, чтобы она стала немного шероховатой. После этого наносим на зачищенные места преобразователь ржавчины. Изолируем скотчами бумагой те места, на которые не должна попасть обработка. Тщательно обезжириваем пороги и грунтуем их. Берем баллон антигравия и покрываем им пороги. Благодаря специальному составу антигравия обладает хорошей прочностью и эластичностью. И пороги не будут повреждаться от попадания воды, грязи и даже камешков. Кузов сверху защищен. Но так как машина в основном будет эксплуатироваться во влажной среде, необходимо позаботиться о днище, чтобы оно не сгнило. В первую очередь днище нужно отмыть от грязи. Для этого в кульверизаторе мы разводим с водой активную пену. И наносим ее по всему днищу. Даем пене несколько минут поработать. После этого берем в руки щетки и оттираем всю налипшую грязь. Следом смываем водой. Днище чистое и на нем мы не увидели ни единого очага коррозии. Чтобы так было и в дальнейшем, приготовим самодельное антикоррозийное средство. Для этого нам понадобится полимерно-битумная мастика и пуш-сало. Банку с мастикой кладем на два кирпича и подогреваем ее горелкой. До тех пор, пока она не станет жидкой. Добавляем в мастику пушечное сало и доводим смесь до однородности. Антикоррозийное средство готовое. Пока оно горячее, с помощью кистей наносим его на днище довольно толстым слоем. Тщательно промазываем каждый уголочек. Такой антикорр отменно защищает днище автомобиля от механических повреждений. А также он благостойкий, поэтому не смоется водой и будет держаться на металле не один год. Для еще лучшей защиты не было бы лишним обработать скрытые полости, такие как лонжероны. Для этого мы взяли автоконсервант мовиль и с помощью специальной трубочки через отверстие забрызгли этим средством все внутренности. Нужно только дождаться, когда антикорр застынет. Для этого потребуется немного времени. А чтобы скоротать свободную минутку и попытать свою удачу, сыграем в несколько игр на драгон мани. Поскольку время в них пролетает незаметно. В краше необходимо внимательно следить за графиком, чтобы успеть забрать свой выигрыш до его обвала. Игра Dragon Dungeon выполнена в ретро стиле. Здесь нужно пробираться темным подземельем и открывать свободные двери для того, чтобы избежать встречи с драконом. А больше-меньше немного попроще, но также очень увлекательная. В этой игре нужно угадывать, какое число из двух предложенных выпадет. Угадали, выиграли, нет, проиграли. Поэтому заигрываться и воспринимать такие игры как способ заработка не стоит. Ну а если удача была на вашей стороне, то свой приз всегда сможете забрать при помощи очень быстрой и удобной системы вывода. Dragon Money работает более 7 лет и за это время сервис заполучил большое количество положительных отзывов от игроков. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Для наших задач еще очень важна вместительность. Нива не скажу, что очень вместительный автомобиль, но это легко исправляется. За копейки мы купили на разборке вот такой багажник на крышу. Его косметическое состояние плачевное, давайте приведем его в порядок. Облущенную краску вместе с коррозией удаляем с помощью шуруповертов и игольчатых насадок. Когда багажник зачищен до металла, как следует его обезжириваем. Грунтуем. И красим черной матовой краской. После высыхания багажник стал выглядеть как новенький. Устанавливаем его на крышу. На такой багажник можно будет положить какой-то инструмент, к примеру. Но чтобы перевозить что-то более габаритное, по типу досок или бревен понадобится прицеп. Чтобы прицепить его к машине, нужен фаркоп. Установить его проще простого. Прикручиваем фаркоп к кронштейнам заднего бампера. А также к днищу. Фаркоп надежно закреплен. И теперь у нас есть возможность таскать за собой полный прицеп стройматериала. Дедушка тоже всячески тюнил Ниву. Одна из последних его доработок это вот такие диодные противотуманки. Светят они довольно ярко, но этого света, к примеру, в лесной глуши может не хватить. Поэтому доработаем освещение и мы. Нами была куплена вот такая LED-балка. Состоит она с 60 мощных светодиодов. Светить такая должна очень хорошо. Займемся ее монтажом. Крепить люстру будем к багажнику на крыше. Просверливаем в нем отверстия. Закрепляем балку парой болтов и гайками. Держится надежно. Для подключения в комплекте с балкой шла вот такая простенькая проводка. Припаиваем контактом люстры два провода. И изолируем их термоусадкой. Заводим кабель под капот. Красный провод подключаем к плюсовому контакту. Мы прикрутили к аккумуляторной клемме. А черный провод нужно подключить к минусу. Это может быть любая оголенная точка кузова. Кабель укладываем под капотом. И просверливаем в моторном щите отверстие. Через него мы завели в салон провода для подключения кнопки. А вмонтировать ее мы решили возле тумблера, отвечающего за противотуманные фары. Включаем и все отлично работает. Светит люстра очень ярко и сделает передвижение в темное время суток более комфортным. Но на этом идеи как доработать освещение у нас не закончились. Мы прикупили LED лампочки у фары и сейчас вам покажем как их установить. Для этого откручиваем пару винтиков, которые держат решетку радиатора и демонтируем ее. Снимаем оптику и извлекаем из нее старую лампочку накала. Вместо нее устанавливаем новую диодную и закрепляем оптику на своем месте. Таким же образом проводим замену лампочки на другой стороне. Устанавливаем обратно решетку. Теперь и фары светят белым ярким светом. Старое галогеновое освещение мы решили заменить еще в дневных ходовых огнях. А также в плафонах салона. Теперь освещения нам точно хватит. Кроме видимости в темное время суток, диодные лампочки отлично улучшили внешний вид автомобиля. Чтобы Нива смогла без труда забраться в крутую горку, не застрять в грязи и доехать до нашего пруда, нужна хорошая резина. Мы прикупили комплект новеньких шин с вот таким огромным протектором, который будет цепляться за любую поверхность. Уже не терпится установить новую резину. На этих колесах Нива стала выглядеть более грозно и теперь машина готова к бездорожью. Несмотря на то, что к концу видео она снова будет грязной, автомобиль все-таки нужно привести в порядок. Поэтому отправляемся на автомойку. Сперва наносим на кузов пену. Тщательно оттираем многолетнюю грязь губкой, так как бесконтактно с ней не справиться. Смываем все водой. И протираем машину насухо. Внешний вид автомобиля улучшился, но нас расстроило то, что блеск почти отсутствует. Мы сейчас покажем вам, как его можно восстановить. В этом нам поможет твердый воск. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать эффективность средства, наклеим по центру капота малярную ленту. Далее набираем немного твердого воска на аппликатор и круговыми движениями наносим его на капот. Ждем буквально 5 минут и берем фибру. С помощью нее располировываем воск. Отдираем скотч и результат очевиден. Та сторона, которую мы покрыли воском, приобрела более насыщенный цвет и красивый блеск. Кроме косметического эффекта, твердый воск придает отличный гидрофоб. Средство действительно очень эффективное, так что покрываем им всю машину. После нанесения воска машина вся заблестела и теперь радует глаз. Подъезжаем к пылесосу, так как салон после всех наших доработок очень сильно загрязнился. Сейчас наведем в нем чистоту. Снимаем старые чехлы с сидений, так как они тут вовсе не нужны, лишь собирают пыль. А также убираем весь лишний хлам. Берем продувочный пистолет и им выдуваем всю пыль из труднодоступных мест. Следом собираем ее пылесосом. Для того, чтобы очистить сидение, мы взяли специальную пену. Наносим ее. После этого вычищаем грязь кисточкой. А излишки средства убираем влажной тряпкой. Другой химией мы почистили дверные карты, торпеду и пол. По старой традиции финальным штрихом станет новая пахучка. После химчистки салон не узнать. Он нигде не порван, не затертый и выглядит как новый. На этом восстановление завершено. Нива готова и пора отправляться в путь для того, чтобы проверить ее в деле. По асфальту едет каждая машина, поэтому сейчас мы попытаемся добраться Нивой к нашему пруду. Свернув на полевую дорогу, дискомфорт в езде не ощущается. Подвеска отлично отрабатывает все неровности. А в крутую горку Нива забирается налегке. Дальше на нашем пути встретилась та самая огромная лужа с грязью, на которой и застучал у машины мотор. Но сегодня мы снова тут, чтобы ее преодолеть. За счет хорошей резины и маленького веса машина с легкостью проезжает и даже не буксует. Наш путь пролегал по полю и мы приближались к лесу, где находится наш пруд. Заехав в лес, нам пригодилось освещение. Даже не в полной темноте оно сильно помогает. А Нива за счет своих маленьких габаритов отлично маневрирует между деревьев и доставляет нас на берег нашего лесного водоема. Сюда нам не удавалось заехать ничем, а Нива справилась с этой задачей. Теперь у нас есть транспорт для того, чтобы доставить материалы для постройки домика на берегу пруда. А если вы хотите подробно узнать, как эта машина оказалась у нас и посмотреть, какие эксперименты ждали ее после покупки, то смотрите видео Голденбурста, оно тоже невероятно интересное. Встретимся совсем скоро на берегу пруда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...